Девушки отдыхают 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 О, Веснушка, смотри! Это ж наш старый знакомый Юра! Привет, Юра! Привет, Кармашек! Привет, Веснушка! Какими судьбами? Юра, у нас проблема. Какая же? Веснушка хочет уйти в балет. Ну, не понимаю, вот чем он так расстроен? В чем проблема-то? Проблема в том, что если она уйдет в балет, то тогда она уже не будет со мной в цирке. Да буду-буду! Время-то останется, не переживайте так! Не понимаю, у нас в цирке можно танцевать. В цирке можно заниматься балетом? Конечно, и проблема-то. У нас в цирке есть балет. В какой балет? Ну, он, правда, немного другой, ну, принято, как и все в цирке. Ну, я вам рассказываю. Пойдемте и посмотрим. Ой, пойдемте-пойдемте скорее! Ну, что вы тут встали? Пошли! Ой, смотри, Кармашек! И правда балет! Балет! Вот как он выглядит, когда настоящий! Ну, если он цирковой, значит, не очень настоящий, а особенный цирковой! Ага! Ты знаешь, у меня прямо дух захватывает! Я узнала у Юры, что эту артистку зовут Элиза. А весь этот номер придумал ее папа, Георг Хачатрян. Здравствуйте, Георг! Меня зовут Кармашек! Ой, привет, Кармашек! А это Веснушка! Веснушка! Привет! Очень приятно! Привет! Ну, прям настоящий балет на канате получается? Ну, так и номер называется. Балетная вариация на канате. Ого! Дядь Георг, а вы же народный артист? Ну, да. Дядь Георг, а вот вы 30 лет отходили на канате? Ну, 28 лет. О-о-о! Вик, а вот скажите, самый большой секрет, вот, чтобы научиться ходить на канате, это какой? Ну, надо сперва не бояться, потом должен быть еще немножко природный баланс, человекочувство, пластика. А вот... И, конечно, много труда. Дядь Георг, а как определить, у меня есть природный баланс или нет? Наверное, есть. Есть? Уже костюм уже одели, так регировались. А у Веснушки есть? Я думаю, что есть. Она, смотрите, какая пластичная. Вот у нее ручка вот так. Она очень пластичная. Она будет у нас балерина, да, Веснушка? Конечно, она похожа на балерину. Да, Веснушка? Ой, как здорово! Да, мне бы хотелось стать балериной на канате. Дядь Георг, а скажите, пожалуйста, а вот, вот, чтобы удержать равновесие, для этого что нужно? Чтобы удержать равновесие, сперва надо правильно питаться. Вот с этого надо начинать. Виспится хорошо. А труд он в чем заключается? В том, чтобы вот много репетировать? Много репетировать, я бы не сказал. Люди репетируют до конца своей жизни, так и не добиваются своей цели. Надо грамотно просто репетировать и все. А вот со скольки лет лучше этим заниматься? Знаете, никогда не поздно. Я на канате вообще начал, когда уже, мне вспомнилось 17 лет. Я только начал уже. До 17 лет вы не стояли на канате? Я стоял на канате, когда. Веснушка у тебя есть? Акробатикой я занимался. Я кандидат в мастера спорта по вольной борьбе. Ого! Ну, я вот в церковом учился, уже учился пантомимой. Четыре года я ходил на уроки пантомимы, чтобы почувствовать пластику. Вот это да. А так кажется все легко и просто, как будто я могу встать, на канаты пойти. А это хорошо, когда все кажется, что это легко и просто. Так и должно быть. Это значит многочасовые? Конечно, труда. Когда зритель смотрит, зритель не должен, он приходит смотреть и любоваться этим, а не смотреть, как это тяжело ему. А нужно быть добрым человеком, чтобы ходить по канату или нет? Да вообще в жизни надо быть добрым. Вот. Когда человек добрый, легче жить. Приятно делать людям добро. Дядь Георгий, а вот девушка Элиза, это ваша дочка? Это моя дочка. А у вас еще сын есть, да? У меня еще сын есть. Но он тоже по канату ходит? Нет, Павлик, у нас эквилибрист. Эквилибрист? Ручной эквилибрист на руках стоит. О, мы с Висушкой уже проходили эквилибристику, да, Визуна? Да. Вот Элиза пошла, у меня по моим стопам, со мной работала, а сейчас она одна работает. Но вы, наверное, переживаете, когда она там так высоко, да, Дядь Билов? Ну, конечно, у меня все-таки 13 метров высота, это редко кто на таком высоте работал. Я работал без страховки. Ну, Элиза тоже пробует, она тоже проходит иногда без страховки там. Ну, не каждый день, конечно, это очень сложно. Ну, давайте посмотрим. Давайте посмотрим, как Элиза. Да, это красота. И оттяните. Балет на канате – это, правда, очень сложный номер, ребята. Элиза выполняет его на пуантах. Это значит, что она почти не касается каната. Ведь, когда стоишь просто на стопе, чувствуешь себя гораздо устойчивее. У некоторых не получается ходить на пуантах даже на полу в балетном классе. А Элиза танцует на тонком канате. За талант и необычный номер ее наградили многими цирковыми наградами. Например, серебряным призом на международном фестивале артистов цирка в Испании. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте, Элиза! Привет, Исечка! Меня зовут Веснушка! Веснушка! Ой, вы знаете, мне так понравился ваш номер! Ой, спасибо тебе большое! Скажите, а где вы так научились плавно двигаться? Я с детства научилась этому. Меня научил этому папа мой, который также работал на канате. С детства? А с какого возраста вы увлеклись этим занятием? Ну, с 15 лет у меня папа начал уже потихонечку учить. Скажите, Элиза, а вы сначала на пуантах стали танцевать или в балетках? Нет, мы сначала научились просто на земле стоять на пуантах правильно. Занимались классом долго. А потом уже потихонечку перешли на канаты. А с какой же высоты вы начинали? Ну, мы начинали метр. Высота небольшая. Сначала учишься на маленьком канате, а потом потихонечку поднимаешься выше и выше. А вот все-таки интересно. Вот самый первый, кем вы хотели стать? Балериной или канатаходцем? Ну, почему вот именно вы выбрали канат? Что вас в нем привлекло? Ну, балериной я как бы никогда не хотела стать, да? Я всегда хотела работать на канате, как мой папа. Я потому что смотрела всегда на него и уже знала с детства, что я буду так же работать, как папа. А почему выбрала именно этот жанр? Потому что он один из старейших цирковых жанров. И поэтому мне захотелось продолжить его, именно династию Папина. Элиза, спасибо вам большое за такое увлекательное интервью. До свидания, успехов вам! До свидания, Неснушка. А тебе тоже успехов. Пока-пока. А что, зря я на этот твой балет обижался. Вполне себе цирковой номер. Конечно. Видишь, как много нового мы узнали и увидели. И балерину на канате, и пуанты, и красота всякая. Да, теперь мы эту букву Б никогда не забудем. Правда, ребята? Конечно. Потому что с неё начинается слово «балет». А ещё с этой буквы начинается слово «билет». Вот у меня есть пара билетов на балет. Целых два билета. Я тебя, Веснушка, приглашаю на балетный спектакль. Ха-ха-ха. Вот здорово. Ой, спасибо. А когда поедем? Да прямо сейчас. До свидания, друзья. До новых встреч в цирке. Пока. Ну что, бегом на балет? Бегом. Бегом на балет. Бегом, 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 бегом. Где живота смех и радость? Это цирк. Где грустить друзьям не надо? Это цирк. Клоун рыжий, клоун белый. Это цирк. Зрессировщик самый смелый. Это цирк. Все собаки буквы знают. Это цирк. Там под куполом летают. Это цирк. Дети хлопают в ладоши. Это цирк. Он и добрый, и хороший. Это цирк.